Как выжить, когда трое суток нет воды и неизвестно, когда она появится, знают в Одесском общежитии Министерства внутренних дел. Областное управление полиции, чья задача охранять правопорядок, не может навести его в своем хозяйстве. В полицейском общежитии на улице Академика Филатова поселены действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел с женами и детьми. На 61 комнату приходится 216 человек. Условия и так далеки от комфортных. А общежитие – та же коммунальная квартира со всеми ее неудобствами. И тут еще выключили воду. Долги есть только у части жильцов. А пострадали все. Страдают люди, которые платят. У которых здесь детки маленькие. Я это все вижу и в это все вникаю. Люди без воды уже третьи сутки. Это очень тяжело, потому что у самого двое деток. И я знаю, что это такое. Не кушать, сварить, не постираться, не помыться лишний раз. На дом мебели ходим. Например, я одна муж пока на работе. Я ребенка забираю со школы. Беру три баклажки, сколько я могу сама донести. Беру, набираю, несу домой. По 5 литров, 15 литров. И так 2-3 раза. Ну, хотя бы там элементарно помыть фрукты, овощи. Руки помыть, посуду помыть. То так, по минимуму. И все. Экономить воду сложно даже один день. А пусть бы полицейское начальство попробовало посадить вот так три дня. Даже в роскошных квартирах будет неуютно. В жилищно-коммунальных документах полицейское управление порядка не знает. Наше ведомство областное выдает нам распечатки. Их нельзя называть квитанциями, потому что там ни количество потребленных единиц услуги, ни цены за единицу. Они ничем не заверены. Это просто распечатки. Указывается месяц и сумма, которую мы должны. Это по всем коммунальным услугам, не только по воде. То есть человек физически, они не могут в натуре выделить, что именно этот человек потребил такое-то количество. Приходили платежки 400 гривен за воду за месяц. Стоимость воды на тот момент была где-то 4 гривны. От 4 до 6 гривен куб. Нам начисляли платежка 400-350 гривен. Получается, что я со своей семьей, грубо говоря, я буду говорить о себе где-то приблизительно так. Я со своей семьей использую более 100 кубов воды в месяц. Выход есть и он очевиден. Не видят его по каким-то причинам только местное руководство полиции. Может решить этот вопрос круглый стол между нами, ГУНП. Пускай приглашают, садятся. Если надо, мы приглашаем своих юристов. Они садят своих юристов и заключат договор. Договора, значит, они должны быть обоюдными. Договор заключается между мной и ГУНП, либо с кем-то. Все, что сказали жильцы общежития, прежде всего, должно услышать руководство Главного управления национальной полиции в Одесской области. Защитники прав народа с большими звездами на погонах никак не соберутся защитить хотя бы своих сотрудников и членов их семей. Лучше дать им, наконец, квартиры. Держать людей всю жизнь в общежитии как-то не по-человечески. Редактор субтитров А.Семкин